МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они вернулись, какие законопроекты нардепы достали из-под полы и за что будут голосовать после каникул. Назначение с расчетом, кто стал премьер-министр Франции и к кому в гости первым делом поехал Макрон. Проплаченные митинги, 5000 участников, 40 организаторов. Это системная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в стране. Об этом сегодня заявил глава службы безопасности Украины. Деятельность одного из организаторов, Николая Дульского, разоблачали сотрудники СБУ. Они приходят на площади с плакатами, устраивают перекрытие трасс, штурмы зданий госорганов. Они действуют по сценарию и получают за это деньги. 3 мая, Ривны, возле обл. администрации, акция за легализацию добычи янтаря. Участники студенты, которые откликнулись на объявление ВКонтакте и которым пообещали заплатить 100 гривен за час. Лозунги быстро меняются, а требования легализации переходят к отставке высших чинов государства. 10 мая, Ривны, это приезжий организатор из Киева Юрий Клейнос. Проводит инструктаж со студентами, участниками акции. Мы ходим за администрации. Хлопцы, вы берете плакаты, все, что нужно берете, я процессом керую. И мы все выполняем. Если приедут только чиновники, прочее, пизда, мы их в администрацию не пускаем. Понимаете, в всяких х**ных в цехах, прочее, мы оттолкнули, пизда, 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 пизда. На этот раз акция не удалась, и Клейноса задержали. Во время обысков правоохранители нашли вот такие листовки. Открыли уголовное производство по статье посягательства на территориальную целостность государства. Задержали и организатора акции 3 мая, Ярослава Гранитного. Клейнос во время допросов признался, что его работу курировал некий Николай Дульский. Гражданин Украины сейчас бежал в Россию. С 8 на 9 марта я набрал Николай Дульский и попросил приехать в город Рома и стать спикером на акции возле властной администрации. Также стал и соорганизатором фактической акции, по факту, как это получилось, организовывая определенную массовку. Массовку в брутальной форме критикуя правоохранительные органы. 10 травня за указовкой Дульского злоумыслики сделали спробу забрать массовку для блокования Ривненской областной администрации под гаслами борьбы с бурштиновой мафией. Для этого они задеяли целую купю студентов Ривненских ПТУ. Николай Дульский – лидер организации «НашДак». Он также имеет непосредственное отношение к перекрытию трассы во Львовской области и митингу в Ривне, когда звучали призывы к созданию Ривненской народной республики, говорит Грицак. Мы видим целую систему. Это не одинаковые случаи в каком-то конкретном месте, а акция присвящена какой-то конкретной событии. Нам будет документован факт, что вы знаете про это и Комитет по ретунку Украины, который вы чуете, экс-премьер-министр Украины Миколай Азаров. И сегодня должны были избрать меру пресечения руководителя УНСО в Ривненской области. Подозревают, что он – организатор одной из акций протеста. Во время обыска у него изъяли боеприпасы. Но за целый день заседание так и не смогло даже начаться. Ольга Иванченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Об акциях и кризисе правоохранительной системы говорили сегодня и в парламенте. Депутатов в сессионном зале не было месяц. И вот после затянувшихся каникул нардепы наконец взялись за работу. Решали, чем займутся в ближайшие две недели. Смогут ли наверстать упущенное, да и вообще готовы ли к работе, наблюдала сегодня и я. Перерыв длиной в месяц, а работать без перерыва всего две недели. Как за это время и упущенное на верстате новое рассмотреть, решают на согласительном совете. Спикер привык мыслить блоками. Депутаты привыкли мыслить политическими требованиями, но уверяют, не корости ради. Так в одной фракции восклицают, что будет с пенсиями, в другой сокрушаются, как землю продавать. Но всех интересует, когда же хоть что-то появится в зале. Как сказал один коллега из БПП, гектар земли сегодня вартует столько, сколько вартует этот айфон. Конечно, это не рынковая цена. Они мечтают купить украинскую землю за один айфон за гектар, а потом продавать ее по реальных рынковых ценах международным сельско-господарским конгломератам. Это единая мета этой операции. С точки зрения пенсионной реформы, уряд не имеет никакого способа повышать пенсионный век. И все вопросы, которые касаются пенсионной реформы, будут обговориться и с парламентом, и в парламенте. Это именно касается рынка земли. У нас нет никаких способов проводить рынок земли в супереч интересах селян и фермеров. Я хочу наголосить на то, что финальное слово по всех этих вопросах за украинским парламентом. В ближайшее время премьер-министр сделает соответствующие сообщения на эти важные темы. Пошерстить ряды требует Народный фронт, но не свои, а радикалов. Хоть и бывших настаивает немедленно лишить Артеменко мандата. Радикалы же красноречиво промолчали. А вот когда нардепам выпадет возможность оценить работу МВД, вопрос с открытой датой. Хотя он назрел, считают депутаты уже давно. После святкувания 9 травня Дня Перемоги, а на улице в Украине вышло больше миллиона людей святкувать эту подъю, значную подъю для нашей страны, начался политический цикл сциск на нашу силу, спаление офисов в Дніпре и в области, побитие керевника опозиционного блока в Чернівцях. Тенденційно, с нашей точки зрения, расследование событий и суток, которые произошли в Дніпре, мы видим четкое намагание сделать винными нашу политическую силу. Если бы с такой инициативой расследовалось расстрел правоохранителей в Княжеще, когда погибло 5 людей, 5 правоохранителей, убийства четырех нацгвардейцев перед Верховной Радой, все резонансные убийства, которые произошли в центре Киева, если бы такая инициатива была с боку национальной политики, то, наверное, все эти резонансные события, все эти резонансные трагедии были бы расследованы. Но, не жаль, без упор сейчас, где на борьбу с нашей политической силой. Мы расследуем недобру речь – кризу правоохранительной системы, что очень небезопасно. Протягом прошлых недель мы увидели парад отмога Интерпола переследовать тех, кто пограбил страну. Правоохранительная система использует так называемых «тятушек» против мирных жителей и граждан страны, которые борются за свои права. Очень скорая реакция МВС о порушении прав людей в Днепре, потому что боятся ветеранов. Но мы не слышим резких реакций и резких заявок и действий о выступлении против людей в Полтаве. Хотелось бы на артепах услышать и увидеть самого главы МВД, но тот традиционно игнорирует министерские посещения Рады. А пока же парламентарии ждут в гости генпрокурора, прийти которого настойчиво просит Блок Порошенко. Конечно, ключевым в поверненні грошей Януковича была работа генеральной прокуратуры. И вы знаете, мне очень интересно наблюдать, как одновременно с этим успехом начинается купа, практически навала, звинувачений по тем или иным моментам на генеральную прокуратуру, на генеральную прокуратуру. Фракция Блоку Петра Порошенко высловила пропозицию запросить генерального прокурора Украины Юрия Виталиевича Луценко до парламента, с тем, чтобы почути, что конкретно сделано за рейхом. Скорее всего, генпрокурор придет на следующей неделе, а на эти отчеты, если и будут, так только запланированные во время пятничного целого часа вопросов к правительству. Екатерина Лысенко, Геннадий Никенко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. И буквально только что генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что придет в Раду 24 мая. Волной насилия, которая прокатилась по украинским городам 9 мая, встревожены и в Страсбурге. Об этом сообщил депутат от оппозиционного блока Александр Убилкул после встречи с вице-президентом Европейского парламента Иоанном Мерчей-Пашку. Тот подчеркнул, важно, чтобы в стране уважали демократические ценности и право каждого выражать свое мнение. А нападение людей с неонацистским настроением на стариков неприемлемо для государства, которое позиционирует себя как европейское и стремится в Евросоюз. А там, как сказал Александр Убилкул, ждут мирную и предсказуемую Украину без радикалов, навязывающих свою идеологию. Здесь, в Страсбурге, в Европарламенте, в среду состоится подписание окончательных документов по безвизу. Но европейцы, мягко говоря дипломатическим языком, очень обеспокоены той волной насилия радикалов, очень часто с неонацистскими символами, которая вылилась на улицы городов Украины на 9 мая. Это не европейские ценности. Европейские ценности – это демократия. Это право каждого выражать свое мнение. А радикалы, нацистские символы, избиение и нападение – это точно не демократическая Европа. Новые подробности ДТП с участием детектива НАБУ Алексея Довгова. О них на своей странице в Фейсбуке сообщают активисты Автомайдана. Напомню, авария произошла в полшестого утра в воскресенье на столичном Подоле. По версии активистов, в машине находились пятеро. Все, в том числе и водитель, сотрудник НАБУ, были пьяны. Довгий якобы не справился с управлением. Как зафиксировали видеокамеры ближайшего посольства, джип вылетел на тротуар, снес памятник с довоенным трактором и через 60 метров врезался в микроавтобус. Моментально были сняты номера с авто, причем не полицией. Какой-то непонятный таксист начал прятать в пакет документы из джипа. В 7.00 Алексею Довгому стало плохо и его отвезли в больницу, сообщают активисты. Все это натолкнуло их на мысль, что госслужащий действительно причастен к ДТП. Хотя накануне его отец всячески пытался отмазать сына от полиции. В НАБУ происшествия не комментируют, говорят, у них недостаточно информации. В городе Каменской Днепропетровской области телохранители нардепа Дмитрия Яроша устроили разборки с таксистом. Разгромили машину, избили водителя, а его коллеги простревили ноги. Что вызвало такой гнев охранника, знает Елена Миндалюк. Это произошло во дворе жилого дома по улице Медицинской в городе Каменское. Таксист получил заказ и привез сюда трех пассажиров. Рассчитываясь, парни решили проверить водителя на патриотизм. И когда он не ответил на слова «Слава Украине», начали битами крушить машину. Водитель позвал на помощь коллег. Таксисты пытались успокоить хулиганов, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил. То, что во дворе было много людей, в том числе и дети стрелка, не остановило. Пули калибром 9 мм попали таксисту в ноги. Он едва не стек кровью. На правом бедре ранение с повреждением сосудистонервного пучка и артерии. На левой ноге кровой перелом левой большеверцовой кости. В настоящий момент состояние было стабильно тяжелое. Сознание адекватен, все помнит. Он никак не представлялся. Он в алкогольном опьянении был. Он даже ничем не показывал. Он сразу в меня начал стрелять. Он был лысый. Если я его, ну, увижу, я его узнаю. Лысый, высокий. Среднего роста, где-то метр 76. Одному из нападавших удалось бежать. Двоих задержали полицейские. У одного из них нашли удостоверение личного телохранителя народного депутата Яроша. Роман Малисевич, родом из Прикарпатии. Более 10 лет проработал в райотделе в милиции инспектором. В прошлом году, в августе, как раз накануне переаттестации, уволился по собственному желанию. Якобы из-за болезни. Бывшие сослуживцы говорят, Малисевич всегда был адекватным. Малисевича уже отпустили. По версии правоохранителя, стрелял не он, а напарник. Известно, что он тоже не местный, 67-го года рождения. В этом доме стрелок и его друзья около полугода снимали квартиру на втором этаже. А сегодня здесь никого. Сам Ярош ситуацию на камеру не комментировал. Он где-то тут с адвокатами занимается этим вопросом. Дмитрий Ярош, да, признает, что это его люди. Он от них не открещивается, как в народе принято говорить. Он сказал, что кто виноват. Вина будет доказана. Избрать меру пресечения задержанному должны в течение 72-х часов. Но вот надолго ли задержится он в СИЗО? И будут ли отвечать его подельники, которые сейчас на свободе? Вопрос. Елена Медрюк, Жанна Дудчак, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Дело Павла Шеремета. Спустя почти 10 месяцев после убийства журналиста и после журналистского расследования полиция допросила Игоря Устименко, бывшего сотрудника СБУ, который был возле дома Шеремета в ночь, когда заложили взрывчатку. Так прояснилось ли что-то после его показаний или тайн стало больше? Анна Каменева продолжит. 20 июля 2016-го. Циничное убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева. Почти 10 месяцев следствие топчется на месте. Тем временем журналисты находят нескольких возможных свидетелей установки взрывного устройства. Среди них Игорь Устименко. Он на Шкоде был неподалеку от дома Шеремета в ночь перед трагедией. До, во время и после закладки взрывчатки. Как оказалось, полиция его даже не допрашивала. Сделать это попытались журналисты. Ну вот человек с такой сумкой через плечо получается. Это вы? Это я. По всей видимости. Но вы помните, что вы там были? Давайте, давайте, чтобы они это самое. Да, это было, я же буду говорить. Это была такая работа, что это частные услуги оказались. Там несовершенные дети. Милиция вас не искала по этому делу? Позже авторы фильма выяснили, что Устименко сотрудник СБУ. В ведомстве уверяет бывший. Городин Украины Устименко действительно был військовослужбовцем СБУ. И если мне не задерживает память, то он был звезден 29.04.2014 года. И в интересах службы безопасности после увольнения не работал, уверяет Грицак. Однако допросить своего бывшего сотрудника в ведомстве не могут. Мы не можем выкликать его на допыт, не имея дуручность о приводе следствия национальной полиции. Поэтому мы поспоряем его в установленном месте, в доставленном, в чем угодно. Так получил ли повестку Устименко? Будет ли сегодня анонсированный президентом допрос? В полиции молчали. Заговорили только ближе к вечеру. Но опять никаких деталей. Скупые комментарии прикрываются стандартной фразой тайны следствия. Информации ноль. Неизвестно ни в котором часу начался допрос. Нисколько длился. Ничем закончился. И главное, оказался ли Устименко полезен следствию. Пока в полиции продолжается игра секретные материалы, свое недовольство расследованием уже выразил и президент. Я ждал большего, большего результата. И не задоволен, что до сих пор у нас нет вбивки. И он не притягнутый до ответственности. Я хотел бы благодарить журналистам, которые провели свое расследование. Одразу же после этого расследования я зателефоновал к Князеву, попросив, чтобы он встретился с журналистами. И все материалы, которые есть в распоряжении журналистов, экспертов, были долучены до справы. Глава нацполиции действительно встретился с авторами фильма. И хотя министр внутренних дел уверял, вызовут их для допроса, пока что показания журналисты не давали. Анна Каменева, Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Но больше интересных деталей сегодня опять же рассказали журналисты. Источники интернет-издания страна Юэй утверждают. В прошлом году Стименко выполнял спецзадание и засветился у дома Шеремета. Но следил он не за журналистом, а за его собеседниками. Якобы интересовала у Стименко деятельность добровольческих структур МВД, с которыми общался Шеремет. В тот вечер к нему приходили бойцы Азова. Источники издания также не исключают. После того, как на у Стименко вышли журналисты, он был уволен из спецслужбы задним числом. Коррупционные богатства украинских политиков должны быть конфискованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин. Он подал в парламент проект закона о проверке законности обогащения слуг народа. Нардепов всех созывов, действующих министров, судей и прокуроров. Однако в Верховной Раде регистрировать документ отказались, утверждает лидер социал-демократической партии. По его словам, добиваться расследования теперь придется через суд. В то время, когда в стране невероятный дефицит пенсионного фонда, нет денег на дороги, нет денег на больницы, на школы, некоторые политики позволяют себе жировать и живут на широкую ногу. У народа возникает вопрос, откуда деньги и происходение абсолютно коррупционное. Мы сделали попытку зарегистрировать проект постановления о проверке источников дохода политиков. Но, однако, по Рубей, главный официальный ответ, что он не собирается регистрировать соответствующий законопроект, таким образом покрывая членов своей неформальной новой голубой королиции. Ляшка, Авакова и Яценюка. Мы пойдем в суд. А пока одни богатеют, в квитанциях украинцев очередной сюрприз. В Киеве и других областных центрах существенно подорожала холодная вода. Повышение от 7 до 28%. Решение об этом приняли еще в апреле, но обнародовали только после праздников. Уже с 12 мая тарифы подняли 24 водоканала по всей стране. Повышение коснулось жителей Киева, Львова, Ривна, Днепра, Хмельницкого, Каменец-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломые. Самый высокий тариф на холодную воду теперь в Ривне и столице. Киевлянам 1 кубометр обойдется почти в 16 гривен. Раньше было почти на 2 гривни дешевле. Платежки с новыми тарифами украинцы получат уже в июне. Повышение расценок на услуги водоканалов в профильной нацкомиссии объясняют подорожанием электроэнергии и повышением минимальной зарплаты. Напомню, до этого тарифы на холодную воду поднимали в августе прошлого года на 30%. А в Черкасской области несколько райцентров погрузились в кромешную тьму. Местные власти решили экономить на ночном освещении улиц. Почему чиновники пошли на такие радикальные меры и к чему это приводит? Расскажет Станислав Кухарчук. Лидия Григорьевна живет недалеко от центра Чернобая. Назвать район глушью нельзя, но это днем. А вот ночью, хоть глаз выколи, в полночь уличное освещение отключают. Горит, горит. Зачем отключают, до двенадцати отключают. Такой гориллок ходит. Сейчас до четырех бебет. Теперь до четырех, сколько разводняется. Участок улицы, где находится дом Андрея, без того освещался слабо. Фонари горели через один. Несколько лет назад это стало причиной страшной аварии. Тогда автомобиль насмерть сбил мужчину. Жители уверены, подобные эксперименты с уличным освещением ничем хорошим не закончатся. Лучше, чтобы ночью у нас освещалось, что молодежь идет из улики. Особенно вершинного там. Там же избили человека, а то, что, наверное, было светло. На такие радикальные меры власти райцентра пошли в целях экономии. Похоже, местные чиновники учатся экономить даже на себе. Под поселковым советом вместо автомобилей целый велопарк. С таким же чиновником, все так можно защищать. Блин, то все. Бензин, бензин. Да, и бензин, бензин. Председатель поселкового совета Алла Мирошниченко уверяет, перед принятием решения учли, что может возрасти количество аварий. Самая оживленная центральная улица Чернобая освещается по-прежнему. С вечера и до утра. Взагалі-то переходят ці на економки, ці на економні лампи. Я знаю, що ми в центрі поміняли лампи. Наприклад, центральні вулиці у нас ліхтарі освітлюються. Освещать Чернобай полностью пока що не за що. В бюджеті цього року на оплату електроэнергії підусмотрели 780 тисяч гривень. Но после распоряження Кабміна о переході на единий тариф, расходи возросли до мільйона. Виходить, що без вихідів, коли наша держава так не враховує наших бюджетів, наших побажань, наших можливостей. Подобним образом решили сэкономити ще в нескольких райцентрах Черкасської області. У обл. адміністрації лише разводят руками децентрализація. І повлиять на рішення містних органів власі вони вже не можуть. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал «Интер» Черкасська область. Чрезвычайна ситуація в Прикарпатті, в городі Коломыя. Прямо во время занятий обрушився один із учебних корпусів коледжа. Пострадал ли хтось із студентів? Кова причина обвала? Смотрите далі в сюжеті. В коледжі якраз шли занятия, коли студенти і преподавателі услышали вій сирену. Все подумали, що це просто учебна тревога. І покидати здання ніхто не спішив. Хто не припиняється. Ми вже вийшли тут. Ми ще стояли на вулиці. Що сталося? Думаємо, яка хто? Навчання тревога чи що? Дивимося, воно тут чуть-чуть знизу так було. Пішли тріщинки. Все. І тоді вже почало воно тріщати, тріщати. Нічого не відчули. Просто то на території їдальні нашої позвонили наші буфетчики. Сказали, що стіна ввалися. Всіх бігом дітей евакували. В считанні минути все вибіжли на вулицю. Здання начало сползати прямо у людей на глазах. Рухнули перекриття з першого по четвертого этажу і частина фасада. Називаюся, пішла в холи чекатися. Ждувся пенопласт. І пішли тріщини. Я забігаю в кабінет, дивіться панель, пішла тріщина панелі. Бо якраз то панель завалена на моє кабінет. Коли-то в зданні розполагалась адміністрація завода «Сільмаш». Потім його викупив Київський торговий університет і відкрив учебне заведення. С тих пор ремонт ніхто не робив. Зараз треба ліквідувати можливість далі обвалу будівлі. В принципі будівля, напевно, 60-х років. Будівля, це гляна, і вона має гарантійний термін тільки експлуатації не менше 50 років. Бригади спасателі до сих пор розбирають завалы. По предварительним данам погибших і пострадавших немає. Але вбедіться в цьому змогуть тільки після того, як уберуть всі обломки. Зараз будуть міністерства розбирати будівлю і під завалами дивитися. Хоча директор запевняє в тому, що на даний момент потерпілих немає. Причини обрушення виясняють представителі спеціальної комісії. Ось на цьому місті, ось на цьому місті, там стоїть... Там 800-ка труба стоїть. 50-ка. 600-ка? 600-ка. І вона могла десь підмивати по дорозі від цього. Могла би бути підмивка. В поліції відкріли уголовне производство. Поки по факту ЧП. Віктор Ткачук, Жанна Дучак, Зіновий Автонас, подробності телеканал «Интер», Івано-Франковська область. В зоні АТО снизилась інтенсивність обстрілов, но двоє українських військових получили ранення. Всего с начала суток боєвики 7 раз открывали огонь по нашим позициям. А на Мариупольському направлі от противника достається і мирним жителям. Детальність ліній огня Руслана Сміщук. Передові оппозиції под оккупованим до Кучаївська. Город знаходиться в подковообразному окруженні вооруженних сил України. Блиндажи боєвіков можна розглядеть даже без бинокля. Передвігатися тут необхідно перебіжками. Открыті участки приходиться дуже швидко перебігати, рвати дистанцію, тому що вони прострілюються крупнокаліберними пулеметами і пушками БМП. Незадолго до нашого появління воєнних більше часа обстрілювали одновременно з нескольких точок. Вранці без 10-9 почався обстріл со сторони противника. Обстріл вівся з двох БМП двойки і з крупнокаліберних кулеметів. Вівся прицільно по позиції. Огонь автоматических 30-мм пушок був плотним. На позиції прилетело более 400 осколочних снарядів. Тут вже хлопці поубирали, ось сьогодні поводку на бок. Бачите, він даже ветки поломані. Сьогодні прямо сюди. Хлопец стояв тут, а попало, от видно. Ну, вже поубирали, я сюди посметалі. Ось, де з БМП-снаряди розривалися. Досталося і мирним жителям. Боєвики накрыли огнём соседня Новотроицка. Утром, ось сьогодні, 9 утра, сьогодні. А це началися те обстріли. К счастью, обошлось без жертв. Ну, а обстріли повредили дома містних жителів. У мене два окна вибили, одно вставили, вторе не хватило денег. Зачем таке здівання з народу? Ну, вцелом і стріляють. В цілому же на Мариупольському направліні продовжається ескалація боєвих дійстві. Сі 120-мм міномет були обстрілені широкими. І міномет цього ж калібру, а також міномет 82 мм, були обстрілені в Годяне. Загалом під час цих обстріленів поранення отримували чотири наших військовослужбовців. Руслан Сміщук, Діана Клочко, Вадим Ревун і стали головною темою сьогоднішній встрічі в Минскі. Міністры іноземних дел країн Євросоюза підтримували продвілення санкцій проти Росії. Об цьому заявив глава українського Міда Павел Климкен в Брюссіле. Говорили дипломаті і об обостріленні ситуації на Донбасі, а також поздравили Україну з фактичним полученням безвиза. Але підчеркнули необхідність дальнішого продовження реформ в країні. Якщо ми не виконуємо зараз європейських реформ, які закладені в угоду про ассоціацію, на нас очікує якась доля країни, яка буде постачальником аграрної продукції і робочої сили. Або ми йдемо за шляхом ассоціації, виконуючи всі необхідні реформы, або це інший шлях. І я вважаю, що ми маємо вибрати європейський шлях. Мануэль Макрон назначив нового прем'єра Франції. Їм став 46-летній мэр города Гавр, республіканец Эдуар Філипп. Назначення не стало сюрпризом. Французські СМІ прогнозували. Це ще на прошлій неді. По мнению експертов, накануне парламентських выборов в іюле новий прем'єр поможет ослабити позиції правых, поскольку способен привлечь часть їх електората на сторону центриста Макрона. Те временем сам Мануэль Макрон в гостях у Ангелы Меркель. Новий президент Франції посетил Берлин. Це його перший визит. Що обсуждають лідери ключевых европейских государств і чому у канцлера Германії дуже хороше настроєння. Подробні Татьяна Лагунова. Вчера Макрон только принял присягу, а сегодня уже прибыл в Берлин. Визит нового президента Франції планировали явно в попыхах. Время його прилета і встречи с Ангелой Меркель стало известно буквально за несколько часов до самого прибытия. В офис канцлера Германии Мануэль Макрон прибыл более часа назад. Ангела Меркель встретила його с воинскими почестями і сразу пригласила на переговори. Германия, которая поддерживала Макрона на президентских выборах, возлагає на нового президента больші надежды. Це і двусторонніе відношення, і сотрудничество по об'єдненню Європи после Брекзита, і совместна работа в нормандській четверці. Зараз лідери беседують за закритими дверями, а после переговорів проведуть короткую пресс-конференцію. Мануэль Макрон – це вже четвертий президент Франції, з яким Ангела Меркель встречається в ранге канцлера. В большой политике она вже пережила Жака Ширака, Николя Саркази і Франсуа Оландо. І, похоже, ще нескоро уйдет на политическую пенсію. Якщо не случиться нічого непредвиденого, в сентябре партия Ангела Меркель виграє в Бундестаг, і она останеться канцлером на четвертий срок. После голосування в ключевой земле Северной Рейн-Вестфалі СМИ вже називають канцлера Ангелой Непобедимой. Христианские демократы не только выиграли, но і сменили власть в федеральной земле. Отобрав у социал-демократов кресло премьера. Це дуже радістний день для нас. ХДС став найсільній політичній силі в земле Северний Рейн-Вестфалі. І наш представник Армін Лашет займеться формуванням правительственной коаліції. Для нас це дуже важливо. Северний Рейн-Вестфалі – вже третій земля, де соціал-демократы во главі з Мартином Шульцем проиграють выбори демократам христианським. Це ще не політичний нокаут, але відсчет вже йде. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробності немецке. Бюро телеканала «Интер». Договорился Еммануэль Макрон і о встречі з Дональдом Трампом. Французські і американські президенти побеседували по телефону і назначили встречу на 25 мае в Брюсселі. Вони вместе пообедують во время самміта НАТО. Ви смотрите подробності і вот, що во второй части программы. Улиці мусора. Почему вивезти відходи з Львова не помогає никакой меморандуму? І чим опять грозит мэр садовий? Нам ненужний монумент. Пам'ятник Емгельсу із України через всю Европу повезуть в Британню. Вірус-вомогатель. Кто стоїть за кібератакою, жертвами которой стали пользователи 150 стран? Жаждал внимання і світил ягодицами, а тепер йому світить п'ятилетній срок. Скандальному Віталію Сидюку сьогодні избрали меру пресечення. Два місяця личного об'язательства. Едлена Митясова подробні. Я хочу зробити те, щоб запам'яталась і показала свою. Цим пишаю. За демонстрацію того, чим гордиться, Сидюк сьогодні пристал перед судом. Душе ні капли раскаяння, ні грамма сомненья. Якби я дістався в великій сцені, можливо, я вийшов там, на італійця. Для Сидюка прокуратура требует личного обязательства сдать паспорта і по первому требованию являться к следователю, пока йдет досудебное расследование. Говорят, це сама строгая мера, которую предусматривает хулиганство с цинизмом. Данна стаття за членою першою не передбачає позбавлення волі, таку міру покарання. Суд ходатайства прокуратуру удовлетворил. Быстро і без задержок, конечно, і правоохранители можуть смело поставити себе галочку за роботу. І це понимає даже Сидюк. Я вважаю, що треба боротися з справжніми злочинцями. Тому що на моєму місці буде не Віталій Сидюк, скандаліст, який привертає увагу світових телекамер, а дійсно терорист. Тим паче, у нас зараз така ситуація з Росією. Тут потрапимо хто завгодно. Якби не я, а якесь там людина неадекватно з ножем до чогось джемали підійшла. Действительно, реакция на інцидент министра внутренних дел Арсена Авакова была молниеносной. Глава ведомства в Фейсбуке сразу же отрапортовал. Преступник задержан и находится в СИЗО. Пост подкрепил фото и даже посоветовал пранкеру реализовать своё хобби в тюремной камере. В отличие от громких дел столь стремительных результатов расследований, общественно ждёт Артавакова уже годами. Елена Митясова, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Не мешало бы главе МВД поинтересоваться, чем занимаются его подчинённые в регионах. В Харьковской области полицейские пытали, требуя признательных показаний. Об этом заявил харьковчанин Евгений Яицкий. По его словам, в квартиру вломились 10 правоохранителей, избили и увезли в немышлянский райотдел. Там надели наручники и продолжали пытки. Яицкий утверждает, что у него выбивали признания в преступлениях, которые он не совершал. Родители мужчины вызвали адвоката, но в райотделе сказали, что такой гражданин не задерживался. Однако в тот же день начальник харьковской полиции отчитался о разоблачении бандитской группировки. Среди фото задержанных глава полиции на своей страничке в соцсети разместил и фото Евгения. Адвокаты пострадавшего требуют провести служебное расследование. Они положили меня на полосе, дали мне ноги и руки, начали руки ломать через спину. Называется ласточка у них. Львов снова утопают в мусоре. В некоторых районах отходы не вывозят больше месяца. Мэр Садовы даже намерен ввести в городе чрезвычайное положение. Все подробности знает Галина Якушко. Львовский институт банковского дела. Здесь около полутора тысячи студентов. Часть из них из-за рубежа. Этот корпус расположен в километре от центра города. На улице Вячеслава Черновила. А вот что во дворе учебного заведения. Мусор сюда сносят с ближайших предприятий, ресторанов и жилых домов. Куча уже почти достигли окон первого этажа. В окне сразу сметка. Неможливо открыть окно, если его отчините. Вы разочуете запах. Неможливо учиться. Но запах заважает. Думкам сконцентроваться. Сразу напротив института. Шевченковская райадминистрация. Идем к главе Александру Гудовенко. Интересуемся, не мешает ли ему тонна мусора напротив кабинета. Но на рабочем месте его нет. На ходе Мудовенко в сессионном зале Львовского горсовета. Говорит, увиденное нами количество отходов норма для Шевченковского района. В таких есть 85 майданчиков в районе. Не лучше ситуация с вывозом мусора. И в других районах Львова половина контейнерных площадок в городе доверху завалена отходами. На улицах скопилось уже 7 тысяч тонн мусора. Сегодня мэр Андрей Седовый созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы снова просить о помощи. Звернулись до главы Державной комиссии премьер-министра, до главы нашей областной комиссии Синютки, про то, что меморандум, на превеликий жаль, не выполняется. И мы проинформовали все службы, чтобы быть готовыми до наступных кроков. А наступный крок – это инициатива оголошения незвычайного станка. Это может принимать только держава такие решения. Официального ответа мэру пока не последовало. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности – телеканал «Интерльвов». Грузовик с отходами и несколько куч мусора обнаружили в селе Привольной Ривненской области. Селяне задержали автомобиль «МАН», который вез мусор, предположительно, львовский. Грузовик, который по документам направлялся в Запорожье, трижды за два дня курсировал из Львова в сторону Ривны. Водитель фуры, 39-летний житель столицы, уверяет, мусор не сбрасывал. Не смог объяснить и того, каким образом преодолел более двух тысяч километров за два дня. Открыто уголовное производство. Иордания поссорилась с Израилем. Причиной стал теракт, совершенный в Иерусалиме. Все подробности конфликта расскажет Сергей Услендер. Отношения Израиля и Иордании, если уж не дружеские, то вполне себе добрососедские, внезапно сильно осложнились. Всему виной теракт, который совершил гражданин этой арабской страны. Иорданский турист во время прогулки по старому городу Иерусалима неожиданно выхватил нож и напал на полицейского. На видео с камеры наружного наблюдения хорошо видно, что террорист сумел повалить офицера и нанес ему несколько ударов, после чего страж порядка все-таки изловчился, выхватил пистолет и застрелил нападавшего. А еще чуть позже полиция арестовала араба, владельца одного из близлежащих магазинчиков, который, по данным следствия, препятствовал ликвидации террориста и оказанию помощи раненым. Террорист это взрослый мужчина, житель Иордании. Ему 57 лет. Несколько дней назад он приехал в Иерусалим в составе туристической группы. Сейчас мы изучаем его маршрут, передвижение и связи, чтобы понять, была эта атака спонтанной или заранее спланированной. Личность террориста уже установлена. Его звали Мохаммед Аль-Касаджи. В Иордании он работал бухгалтером, неплохо зарабатывал, у него остались четверо детей. В Иордании на это происшествие отреагировали крайне жестко. В Омане, в частности, заявили, что оккупационное правительство Израиля несет ответственность за гибель орданского гражданина в результате этой атаки. А семья террориста высказалась в том духе, что это вообще была самооборона, что Аль-Касаджи защищался и его спровоцировали. В Иерусалиме от таких заявлений пришли просто в ярости. Тем более, что на видеозаписи, которые уже опубликовали, хорошо видно, что террорист нападает на полицейского сзади, со спины, без всякой видимой причины. Израильские власти требуют от иорданского правительства провести тщательное расследование и решительно осудить этот теракт. Впрочем, надо обязательно отметить, что иорданская служба безопасности уже допрашивала родственников Аль-Касаджи. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Украинский премьер призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом глава правительства заявил во время официального визита в Израиль. Владимир Гройсман посетил мемориальный комплекс истории Холокоста Ядвашем в Иерусалиме, где почтил память жертв трагедии и посадил оливковое дерево как символ мира. Также он провел ряд встреч с лидерами Израиля, в частности, с премьером страны Беньямином Нетаньяху и представителями бизнеса. Среди важнейших тем – внедрение в Украине израильских стандартов в медицине и подписание договора о зоне свободной торговли между странами. Мы хотим ускорить переговоры о свободной торговле между нашими государствами, развивать коммерцию, туризм, технологические обмены между нашими странами. У нас много вопросов на повестке дня, но самое важное – это развитие дружественных отношений между нашими государствами. Вторую волну кибератак зафиксировали сегодня в Европе и Азии. Компьютерный вирус поразил уже 150 стран мира, заблокировал работу компании и поставил под угрозу здоровье людей. Масштабное хакерское нападение началось в пятницу. Что же происходит и чем это грозит, расскажет Светлана Чернецкая из Великобритании. Эта кибератака беспрецедентная по своим масштабам. Ее жертвами стали сотни тысяч пользователей в 150 странах мира. В Великобритании больше всего пострадала система здравоохранения. Вирус заблокировал данные о пациентах, графике, операции и обследовании. Многие больные до сих пор не могут попасть на прием. За несколько минут оказались выведенными из строя сотни компьютеров. Стоит лишь на одной машине открыть электронное письмо с так называемым «трояном», как тут же заражается вся внутренняя сеть. Программа шифрует все файлы и обещает вернуть доступ к ним за вознаграждение в 300 долларов. Нас беспокоило, что сектор здравоохранения во многих странах особенно уязвим. Там хранится множество конфиденциальных данных, очень часто в устаревших системах. И мы настоятельно советовали обновлять компьютерное обеспечение. Во Франции не работает завод «Рыно». В России пострадали компьютеры Министерства внутренних дел. В Германии железная дорога, в Испании мобильный оператор. В Китае университеты, а в Южной Корее сбои в работе сети кинотеатров. Киператаку случайно удалось остановить 22-летнему британскому айтишнику. Он заинтересовался работой вируса и в ходе исследования неожиданно прервал его распространение. Правда, ненадолго. Хакеры уже обновили программу «Вымогатель». Чаще всего вирусы такого типа – это уголовное преступление. Люди просто зарабатывают деньги. И пока нет оснований предполагать, что это атака какого-то государства. Думаю, преступники сами не ожидали такого успеха в плане масштаба. Кто же стоит за кибератакой? Это пытается установить команда экспертов. И полиция только и ждет, когда же хакеры заберут деньги, заплаченные как выкуп, некоторыми жертвами. Правоохранительные органы наблюдают за тремя счетами, куда жертвам сказали отправлять цифровую валюту – биткоины. Учитывая масштабы нападения, выкуп заплатили немногие. Хакеры заработали 42 тысячи долларов. Но забирать их не спешат, чтобы не попасться. Вирус WannaCry в переводе «хочу рыдать» уникален в смысле скорости распространения. Он угрожает всем пользователям систем Windows, не установившим последние обновления, устраняющие прорехи в безопасности. Убытки после кибератак еще не подсчитаны. Ведь до сих пор непонятно, удастся ли восстановить все зашифрованные файлы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Энгельс гоу хом. Англичане отыскали в Полтавской области демонтированную статую коммунистического идола и собираются отвезти ее в Манчестер, где Энгельс провел молодость и вместе с Марксом написал всем известный манифест коммунистической партии. Повезут монумент в открытом грузовике через всю Европу. Подробнее Светлана Шакера. Рабочие аккуратно разворачивают запакованную статую Энгельса во дворе Харьковской школы. Здесь бетонный Фридрих ждал приезда англичан. Художник и режиссер Фил Поллинс, тезка известного певца, доволен. Он полтора года искал памятник Энгельсу. Я провел много исследований в Украине и России, бывшем Советском Союзе, а также во Вьетнаме, везде, где есть статуи Энгельса. Никому не нужный после декоммунизации монумент нашли в Полтавской области в селе Марьяновка. Зашли в интернет, вбили колхозы имени Энгельса и вывалилась целая куча. Обзвонили колхозы. То есть он валялся у них там где-то, там где-то валялся. Мы пришли, говорим, дайте. Они говорят, не, он же нам нужен, а зачем? Ну а вдруг? А вдруг завтра законы все перевернутся обратно. Местные жители все же отдали расколотую надвое бетонную статую, которую вначале перевезли в Харьков. Здесь провели экспертизу и получили справку. Статуя не представляет художественной ценности. На открытой платформе Энгельса провезут через всю Европу, до самого Манчестера. По пути будут снимать фильм и покажут его на арт-фестивале Манчестер Интернешнл. В центре города в Манчестере установят большие экраны. И мы будем показывать, как статуя путешествует по Европе. Я думаю, что Манчестер таким образом отдает дань человеку, который там жил и работал. Организаторы акции уже решили, где именно установят монумент. Его установят в центре города, на Тони Уилсон Плейс. Это недалеко от того места, где он писал свою книгу «Положение рабочего класса» в Англии. В школе, во дворе которой хранилась статуя, даже урок истории провели. Объясняли детям, о чем же писали Маркс и Энгельс. Многие люди, которые кувадой работали с 7 лет, они не понимали, что такое, например, предупривающая стоимость, что такое капитал. Не знали. А Энгельс с Марксом все это написали. Завтра статуя отправится в дальний путь. Старт с бывшей улицы Энгельса, ныне Рождественская. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Хорошего вам вечера. До встречи завтра. Субтитры подогнал Игорь Негода.